Брифинг для журналистов прошел в одном из павильонов Международной выставки каллиграфии. Чтобы представить ее масштаб, достаточно сказать, что экспонаты из более чем 40 стран мира разместятся на площади 1700 квадратных метров. Среди них не только картины, но и материалы и инструменты для письма, а также такие уникальные шедевры, как священная мантра, золотой Коран и царь Мезуза. Увидеть все это великолепие можно будет в течение трех дней, с 10 по 12 сентября. За это время каждый сможет прикоснуться к этому удивительному делу, искусству облачения слова в причудливую форму, познакомиться с ведущими каллиграфами арабских стран Европы и Азии. Некоторые из них проведут для новгородцев и гостей города мастер-классы. Особо, конечно, хочется выделить, может быть, не я, Маздау, это тунисец, точнее французскую низкое происхождение. Это каллиграф, который обслуживает Арабский Эмират и достаточно именитых шейфов в росписи самолетов. Я бы выделил, наверное, питерского каллиграфа, Лешкова, да, каллиграфия, это Петра Чадичко, который работает в стиле именно устава-полустава. И, честно говоря, сохранили тот стиль, ту красоту, которую использовалось в 17, 18, 19 веке. Действительно, ребята делают просто чудеса. Он, кстати, является автором рукописных институций Российской Федерации. Все 111 мастеров каллиграфии с радостью согласились принять участие в этой выставке, к слову, единственной в своем роде. Не менее важно и то, что идею эту, показать искусство письма во всех его проявлениях, предложили именно русские, а не китайцы или японцы, у которых каллиграфия входит в перечень основных школьных предметов. В нашей коллекции сегодня находится около 1500 работ, и она пополняется. Для этого мы создали дополнительные хранилища, вложили деньги, дополнительные инвестиции были проведены в оборудование, в программное обеспечение, потому что... ну и хранение, потому что эта бумага и пергамент нуждаются в особой, так скажем, заботе. Почему мы, привезя сюда этот павильон, используем итальянские пушки, японские кондиционеры, то есть когда начнет работать павильон, здесь будет температура 21 градус ни выше, ни ниже. Все это делается ради того, чтобы сохранить для будущего поколения редкое искусство каллиграфии, к которому наш город, как хранитель тысячелетней русской культуры, имеет самое непосредственное отношение. Именно поэтому в рамках выставки слово возьмут и сотрудники Новгородского государственного музея-заповедника, которые представят в здании присутственных мест образцы новгородской каллиграфии далекого прошлого. Вообще каждый день международной выставки подарит нам массу приятных сюрпризов. В числе сюрпризов – проекты «Кухни народов мира» и «Ночь музеев». Так, если 10 и 12 сентября павильоны закроются в 23 часа, то 11 сентября выставка будет работать до 2 часов ночи. Анастасия Тэму, Сергей Щеглов, Вести Великий Новгород. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok